МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Это программа «Право голоса». Я ведущий Роман Дубаян. Здравствуйте. Евросоюз трещит по швам. Очень многие страны Евросоюза заявляют, что хотят закрыть свои границы из-за миграционного кризиса. На этом фоне Великобритания добилась особого статуса в составе ЕС и заявляет, что может все-таки покинуть Евросоюз. Сохранится ли Евросоюз в том виде, в каком он существует сегодня? И как мы будем выстраивать отношения с ЕС сейчас? Вот об этом мы и будем говорить сегодня подробно. А что выиграет Россия, если Британия, допустим, выйдет из Евросоюза? Нам-то какая разница по большому счету? Нет, выйдет Великобритания из Евросоюза или не выйдет, вот это точно для России безразлично. Другое дело, чтобы нам не безразлично, не судьба Евросоюза, но тут будет «Крах иллюзии», «Лизион Пердюн», «Утерянная иллюзия» названия знаменитого французского романа. Вот все наши европеисты, еврофилы, они сразу должны его пересчитывать, с сегодняшнего дня начать. Если Меркель фактически глава Евросоюза, поскольку она глава Германии, и в этом смысле, конечно, Германия будет одной из последних, кто будет выходить из Евросоюза, потому что с ее выходом, это просто контора закрывается, лавочка однозначно. Согласен. Вот. И, кстати, поляки тоже будут держаться за Евросоюз, потому что это многократно усиливает их политический вес, их страны. Чехи быстрее поляка выйдут в этом смысле, потому что им-то Евросоюз, собственно, ничего не дал. Так вот, если глава Евросоюза к вопросу о разводах, развода еще нет, сейчас о Великобритании пару слов скажу. Но Адюльтеров-то сколько? Налево Меркель с Эрдоганом. С Эрдоганом, с лидером. Мы имеем в виду Германию и Турцию. Условно называем Меркель и Эрдоган. Необязательно ведут разводы. Нет, секунду, секунду. Меркель с Эрдоганом. Это еще не единственный Адюльтер в этом благородном семействе, которое когда-то даже святым себя считало, священная Римская империя немецкой нации. Значит, Великобритания, она всегда изменяла Евросоюзу. Естественно, с кем? Ну, с президентами американскими, с кем еще изменять? Великобритания вступала в общий рынок тогда еще, в самом начале 70-х. И политички вообще не было, и тогда не нужен Евросоюз. Их интересовал только общий экономический рынок. А сейчас они прямо об этом говорят. Вот экономика, этот рынок нам нужен, а политика, ваши эти армии европейские, ваши эти парламенты. Законы, которые принимаете, где-то там какие-то, да, в Брюсселе. Ведь Евросоюз двигался, и нас учили наши еврофилы. Говорите, вот вы встаньте на колени и смотрите, как они действуют. Сначала, значит, организации там совместной угля и стали, потом общая... Там Англия не участвовала. Причем здесь Англия? Я вам говорю, что Англия вступила в начале 70-х, и только экономика ее интересовала. Я это сказал только что. Потом некий общий рынок, потом экономическое сообщество, потом экономический сообщество, а потом только Евросоюз, они нам говорили. То есть, это же их была конструкция, наращивать постепенно от экономики к политике, к созданию многонационального, но единого политического супергосударства, которое является и крупнейшим одним игроком на мировой арене. Собственно, многие говорят, если сейчас все отскочат, то мы все ослабнем, а Евросоюз, как геополитический, перестанет существовать. Следите за англичанами. Это барометр. Конечно. Конечно. Это всегда так было. Но все-таки особый статус, который предоставлен был в Великобритании, он не так страшен. Там всего 4 момента по социальным пособиям. Они получили возможность гражданам Евросоюза, гражданам Евросоюза, приезжающим в Великобританию на работу, не платить 4 года пособия. Это, конечно... То есть, обидели сразу поляков, венгров, чехов, латышей, литовцев. За второй сорт. Да. Сразу во второй сорт. А как же так? Обидели. Да. И это неправильно. Сергей Борисович, вы же лично, в том числе в этой студии, и многие другие утверждали, еще год назад, я уже не говорю, там 5 лет назад, нас убеждали, что эта модель Евросоюза такая, на тот момент, гибкая, учитывающая через компромиссы интересы всех, что она может только расширяться и поэтому укрепляться. Развиваться. Развиваться. Это называется развитие этого. Не было речи. Это называется развитие. Развитие. Ну, конечно. Развитие путем отделения не было речи. Я вам открою страшную вещь. Развитие – это нарастание сложности. Это не упрощение. Конечно, конечно. Это нарастание сложности. Это казалось, что уже совсем другой человек. Да. Это уже больше человек. Все это обновляется. То есть, то, что мы сейчас наблюдаем, это все развитие. Нарастание сложности. И вот как сказал Сергей Борисович, именно поэтому Евросоюз, имея те проблемы, которые у него есть, проблемы с Грецией, со всей Южной Европой, миграционный кризис, Британия, которая на своих островах живет самостоятельно, хочет повесить на собственную голову еще 40-миллионную Украину. Потому что это и есть развитие, да? Всегда, когда Европа объединялась, объединялась она под каким-то лидерством, она всегда стремилась подчинить себе Европу. Россию. Значит, это было при Наполеоне, когда он их объединил, это было при Адольфе Диттлере. Как он за Наполеон объединил Европу? Он завоевал ее, извините. Он ее уже за один из способов объединения. Завоевал по Корею. Ну это не демократический способ. Ну, вообще, знаете, идея Наполеона. Объединенная Европа и бойкот Великобритании. Вот его мечта была. Единая Европа – это наполеоновская идея. Вы должны это знать. Это правда. И в составе наполеоновской армии, которая пересекла в роман. Скажите, пожалуйста, по-вашему, продержалась бы Римская империя 2000 лет, если она бы не распалась, не развивалась, не были другие государства? Я поматился в СНГ. И так дальше, и так дальше. Вот Евросоюз – это сейчас будет СНГ. Я думаю, что надо развиваться. Каждое государство у нас определяет свою политику. И экономику, и то, что происходит в разных сферах жизни. Но надо считаться общими процессами. Но, по-моему, не надо так говорить, что Евросоюз – супергосударство. Четвертый пункт, который я записал, как раз… Живут в каких-то… То, что происходит. То, что в Великобритании делали, вы хорошо тут говорили, но никто не напомнил простую вещь. Это овчарка американского империализма в Европе. Понимаете? И вот это самое главное. Вот так вот. Запомните. Овчарка американского империализма. Овчарка, стерегущая кружка. Поэтому это бившая иберилистическая страна, которая, как, извините, как старая проститутка, которая сейчас не стоит, в цене не является. Понимаете? Поэтому стараются услужить новому господу, как вы сказали, американскому. И они ведут эту политику. Потому что еще… Вот вы очень метко говорили. А что тут эта еврозона? Евро будет еще пару монет, там пару вот, как называется, да, валют. И все нормально. Нет, не нормально, уважаемые. Нет, прекрасно вы понимаете. Мы вас кормили столько времени. Это начало, конца еврозоны и так далее, и так далее. Гадали. Поэтому давайте сейчас это к… Вы их обязаны кормить. Это очаг европейской культуры Греции. Закон. Ну так кормите, господи. Кормите тогда жизни должны быть. Да, они принесли вам вот эту самую демократию, за которую вы защищаетесь. Простите, один немецкий историк написал, что… Это они ее придумали, между прочим. Вообще все они придумали. Один украинский написал, что Евросоюз создали украинцы. Так что, ну, этих сумасшедших мы слушать не будем. Не будем. А грекам будем меня. Будем слушать Димитроса, да. Первая коррекция связана с преодолением того, что слишком быстро расширялись. Действительно, они набрали слишком много стран, не готовых к такого рода сотрудничеству. Мы предупреждали. Правильно. Вот не послушались, Виталия? Забрали слишком много стран. Вот преодолеть слишком быстрое расширение и внутреннее расширение зоны евро тоже не подготовлено. Если рассматривать Евросоюз как колониальную империю, то она похожа не на Англию 19 века, которая и военно подчиняла, и экономические ресурсы выкачивала, а скорее на Советский Союз, который политически подчинял, но экономически только и делал, что из центра качал на периферию все ресурсы, развивая эти территории. Все то, что говорят сейчас и на той стороне, защищая Европейский Союз, подтверждает, что его судьба постигнет так же, что и Советский Союз. Два момента. Вот, Сергей Борисович, это просто удивительно. Сергей, когда ты был борцом за демократию в конце 90-х годов, в конце 80-х годов в Советском Союзе, то Михаил Сергеевич Горбачев выходил на трибуну и говорил, ближайший пленум ЦК КПСС рассмотрит этот вопрос, примет мудрое решение и проблемы не будет. А в московской депутатской группе, или как это называется, уже смеялись над Горбачевым, над тем, что он и остальные верят, что какой-то пленум ЦК КПСС, какой-то сапин Евросоюза что-то решит, и от этого история изменится. Второе, Грибовская, это хитрая мадам, это известно по ее биографии юношеской, девичьей, я бы сказал, в частности. Она почему произнесла эту фразу? Она фактически сказала, ребята, все уже решено, все там что-то побурчат, и все. Она просто обладала иссандерской информацией. И третье, и последнее. Вот все как-то пытаются, вроде бы, отбросить политическую конструкцию. Это не супергосударство, это не то, а вот кому там чистая экономика и какие-то свободные голосования парламентов. Первое, Европейский Союз является территорией, на которой находятся иностранные военные базы, а именно Соединенных Штатов Америки. Десятки. Уже одно это делает, это политически зависимо, только это одно. Это по-моему, как разведки, которые находятся, российские войска. Да, и главное, еще просят. Как ужасно. Второе, значит, вы же сами сказали, что это абсолютно империалистическая политика, завоевание чужих рынков. Но только раньше просто посылали пиратов, военные корабли, захватывали туземцев, расстреливали, остальных за бусы покупали. То сейчас говорят, мы вам несем демократию, мы вам несем ценности. Не забудьте про ценности. Да, ценности, ассоциации, ассоциированные членства въезд, мы открываем для вас с вашими бусами, мы открываем рынки, на чем этих несчастных сведомых украинцев купили, те поверили. Дальше создается баллонская система, система образования, которая вообще подчиняет национальной элите, вот всех, 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 тех. Ведь США в баллонскую систему не вступает, потому что это самостоятельное государство. А вот нас втащили. А вы у себя на факультете работаете против этой системы? Я надеюсь. Это российские власти решили. Но все равно, вы же поднимаете этот вопрос, правильно? Я поднимаю этот вопрос всегда. Вот это правильно. И в верхушке Еврокомиссии в последние 2-3 недели наблюдается очень симптоматичная тенденция, когда ряд заместителей Юнкера, ряд зампредов Еврокомиссии фактически отстраняют его от власти и ведут себя на своих направлениях абсолютно так, как и открыто говорят о шведском Еврокомиссаре, о шведке Мальмстрем, которая метит на место Юнкера и которую рассматривают как возможную новую сильную руку. То есть вот этот псевдодемократический ЕС соскучился по сильной руке. Юнкер оказался не Сталином. Туск тоже оказался размазнёй. Про Туск тоже под ним кресло начинает шататься. То, что говорилось, и фактически вы льёте воду на мельницу исторической правды, о которой говорим мы и её здесь представляем. Что такое Евросоюз? Вот так. Что такое Евросоюз? Вы льёте воду на вашу мельницу. Евросоюз? Президент США. Кто в этом Гареме Евнухи? Госпожа Меркель и господин Эрдоган, который вообще не член этого, но рвался туда. Сейчас они, поскольку дисциплина внутри Гарема, мягко говоря, хреновая, если завтра Евнухи будут слабы, то изменят Евросоюзу и Султану Обаме с Россией половину членов Евросоюза. Просто им сейчас не дают это сделать. Они каждый день рвутся из платья буквально. Россия опять с нами соединит. И второе. И второе. Это ваше официальное предложение? Ну, послушайте европейских политиков. А Россия в чём лице будет выполнять этот акт? Нет, извините. Зачем мы будем воровать жёны из чужого Гарема? Евнухи постепенно... А, у нас сруй есть, правильно. Они сами прям придут. И второе. Но самое-то страшное, что европейская элита, вот эта персельская бюрократия и берлинская бюрократия изменяют своему населению, своим гражданам, своим избирателям с беженцами. Они сегодня беженцами. А что из этого происходит? А из этого происходит национализм. А из национализма парад суверенитетов. И то, что сейчас идёт, и вы говорите о Советском Союзе, это то, что в истории России позднего Советского Союза известно, как Новоогарёвский процесс. Когда Горбачёв собирал всех султанов тогда же, они говорили, что мы всё подпишем. Да-да-да, возвращались и всё. Да, возвращались. Но Союзный договор-то сделали? Новый Союзный договор. СССР не сделал. Почему Союзный договор сделал Горбачёв? Что вы говорите? Договор, но только страну. Почему? И всё сработало.